Всем привет, мои дорогие! Меня зовут Таня. Сегодня с вами проходим игрушку под названием КИБЕРПАНК! Давайте сразу заодно вспомним, что у нас было в прошлой серии. В прошлой серии мы много чего проходили по обучению. Там мне что-то пришлось вырезать, что-то оставлять. На данном этапе у нас есть задание, в котором нам нужно... Что нам нужно? Украсть какой-то чип, украсть какого-то робота, который нам поможет украсть, соответственно, этот чип. Вот, в принципе, и всё. Вот это у нас задание. Заодно наливаем с вами, пожалуйста, чаёчек, кофе, также напитки покрепче. Я знаю, есть люди, которые предпочитают напитки покрепче. Так, отпеваем быстренько. Можете поздравить меня. Поздравить меня. Сегодня я, наконец, выспалась нормально. Вроде как восстановила режим, но это не точно. Вот. И что ещё? А, да. Значит так, булочки мои. Кто теперь оставляет комментарии под видео? Я буду вставлять их в начале этого ролика. Поэтому, если вы оставляли комментарии, я вас вставляю... Вот, пожалуйста, где-то здесь я буду вставлять моих сладких булочек, которые комментируют постоянные мои сладенькие кисочки. Так, ладно, давай, продолжай. Фух. Так, давай. Продолжаем. Загружаем. Будем с вами смотреть, что там есть вообще. Я, если что, записываю видео заранее. То есть, я хочу записать несколько видео до Нового года, чтобы в Новом году на праздник я немножко отдохнула. Надо узнать, где Йоренову держит чип. Так, хорошо. Удачи. Судя по виду, ты просто место для Евли. Я угадал. Эвелин, ей... Ей было страшно. Но она быстро взяла себя в руки. Я сказал нет. Меня же за это убьют. Значит, погибнешь за правое дело. Простите, я... Располагайся пока. Я за кон... Надо послушать их разговор. Там может быть что-то важное. Так что я... Надо вспомнить, я ничего уже не помню сейчас. Переключиться на слой звука, просканировать систему безопасности, просмотреть всю запись от лица Эвелин. Ну, давай. Еще через минуту. Посмотрим все. Это мы посмотрим. Это, если что, мы смотрим запись Мой отец Замученный безидейный дед, который не любит перемены И хочет жить вечно в своем маленьком застывшем мирке Так послушай еще. Неплохо. Уровень восприятия вкуса подняли? Нет. Он живет в мире, которого уже нет. Скоро будешь пить такое же в реале. Может, никогда и не было. Мы за 20 лет не договорились. Не договоримся и теперь. Ясно. Хватит. Отключился. Перемотай на начало. Послушаем целиком. А, на начало... Ну, давай. На начало. Это получается в самое-самое начало, что ли? Переключиться на слой звук. Я не знаю. Мне сказали перемотать в начало. Давай перемотаем. Не знаю. И что? Зачем мне перемотать в начало? Может, мне перемотать на начало звука вот этого? Загибли и вниз за правое дело. Так, ладно. Переключит на слой звука. Перезагрузить. Перемотать. Режим изменений. А что вообще тут есть? Есть что-то? Походить, посмотреть, полетать? Или тут нет ничего? Ну, здесь не сканируется. Я так понимаю, оно будет как-то определённо подсвечиваться или что? Или что мне делать? Непонятно пока что. Так, ладненько. Стои, подожди. Просканировать систему безопасности. Переключиться на слой. Ага. Ну, давай. И что ты хочешь? Ага, вот. Слышу гудение. Вентиляторы. Кондиционер. Или серверы. Надо же как-то управлять всей этой умной хернёй. Ну, наверное, да. Не знаю. Здесь в Орде ничего нет. Ну, надо, давай смотреть. А вот это ещё можно. А можешь вот это присканировать? Нет, пока не хочу. Располагайся пока. Я закончу через минуту. Опа. Я закончу через минуту. Программа пока на стадии испытаний. Её нельзя выводить на рынок. Это мы посмотрим. Пожалуйста, не спешите. Обсудите это с вашим отцом. Он уделяет этому проекту особое внимание и может объяснить, как опасно... Замученный безидейный дед, который не любит перемены и хочет жить вечно в своём маленьком застывшем мирке. Пожалуйста, мне не полагается даже слушать такие выражения. Так послушай ещё. Ой-ёй-ёй. Забура. Безумный дед, под который потерял связь с реальностью. Он живёт в мире, которого уже нет. Может, никогда и не было. Мы за 20 лет не договорились. Не договоримся и теперь. Пожалуйста, ознакомьтесь с документацией. Чип должен храниться в определённых условиях. Этим нельзя не отлагать. Хватит. Слышал? Где-то здесь документы на чип. Посмотри вокруг. Где-то здесь. Чё? Где-то здесь. Просканировать включённый планшет Юри Нубу. Включённый планшет. Это вот это? А, это телефон. Ну вот это ж планшет, нет? Вот он. Прости, пожалуйста. Работа. А может, это не здесь? Ничего. Может быть, там где-то будет, а? В прошлый раз с ними было хорошо. В тумбочке. В спальне. Что, что, что? Да. Чё, вот. Было хорошо. Ваши охлубы месяцы с ними было хорошо. А, у нас остались конфеты есть. У меня здесь сейчас вернусь. Это вот это получается или что? Так это не то. А, вот есть подсказки. Подожди. Это вот это вот. Где-то смотреть. Где-то здесь. А вот это разве не планшет? Вот он. Телефон. А чё это телефон? Если это планшет. Подожди, мне здесь показывают. Может, мне нужно переключить опять? Вот сюда. Я чё-то пока не понимаю, что происходит. Ага, он забрал планшет с собой. Окей. То есть, мне получается... Он сейчас положит планшет. Я смогу его просканировать или как? Можешь? Зона болях. Или может он... Может быть здесь? А, вот он. Нет, пистолет. Заряжен на предохранителе. Хорошо, что заметил. Не забудь об этой пушке во время налета. Так вот это ещё есть. Давай. Чё не так? Чип надо хранить в контейнере с терморегуляцией. Он требует очень низкой температуры. То есть, нельзя вынимать чип из холодильника. Да. Иначе повредишь. Переключись в редакторе на тепловой слой. Так будет легче найти, где её ренобу держит биочип. Кстати, здесь есть ещё просканировать систему безопасности. А это где вообще смотреть? У меня вот это хороший вопрос. Просканировать систему безопасности. Это вот это, что ли? Ну, я что-то сомневаюсь, что это система безопасности. Она не сканировает. Ну, а где может быть система безопасности? Это где-то вот здесь вот, наверное, не? Мне кажется. Ну, вот здесь вот есть. Вот это. А, вот она. Камера с датчиками движения. Ничего себе тут камеры. Датчики движения, теплодетекторы, система свой-чужой. Ты же справишься с этим? Без проблем вообще. Если будет доступ к их подсети. Так, хорошо, одну мы нашли, а где-то ещё тут есть, да? Ой-ой-ой-ой. Где-то есть ещё одна. А где? А может быть здесь? Хотя нет, вряд ли она будет в спальне. А вот она здесь показывает, что здесь что-то есть ещё, секунду. А это что? Автоматическая турель. Яросия. Автоматические турели. Последняя модель сканеров. Все системы подключены к серверу. Отключи их. Снаружи. Без шансов. Надо сначала проверить, как они подключены к системе. Угу. Так, ну здесь вы посмотрели, да? А можно как-то в самое начало? Вот это вот тут что-то ещё есть. Это получается тоже система безопасности? Или что? Секунду. Вот это что это такое? Какой-то бомж. Так, вот это есть камера, да? Или что? Ну да. Тут что-то есть. Система сигнализации. У сигнализации новая прошивка. Но птички на бордах начерикали, что она дырявая, как решето. И я сгенерю ключи с поддельными сигнатурами. Угу. Все их системы безопасности подключены к подсети отеля. Будет нужен болт. Иначе систему не отключить. А без него никак? Не. По крайней мере, других идей у меня нет. Понятно. Так, ну давай, что там ещё есть? Тут ещё что-то есть. Ну это получается с двух сторон. Прикол. А, ладно, это получается, что нам надо вот это теперь сливки. Просканировать предметы. Такие. С теплой этим. Ну давай. А, это что такое? Шампанское в виде ведерковой. Думаешь, он туда положил чип? Слишком низкая температура. Так, ясно. Есть риск колебаний. Давай дальше. Значит, погибли на право и дело. Я думаю, что не писать на рынок. Что-то тут ещё есть. Секунду. Это что такое? Так, есть термальный сигнал. Те же параметры, что я в документах. А, ну... Значит, Юринобу точно держит кейс тут. Да, похоже. Мы молодцы. Всё, можно сворачиваться. Закрывай редактор. Подождем, тут что-то ещё есть. Ну, вот это, например. А что оно показывает? Здесь же тоже что-то должно быть, не? Холодильник есть. Обычный холодильник. Да. А если только в самом конце что-то? Надо посмотреть. Мне кажется, мы что-то можем упустить. Может, это... Ой-ой-ой, подожди. Куда она идёт? Она настраивает. Да. Вот тут что-то есть. А что тут? Что-то тут есть. Так, ну это я просканировала. А вот. Кондиционер. Стандартная модель для отеля этого класса. Ну, ясно. Поехали тогда. Я так понимаю, нам нужно... В любом случае, нам нужно будет ещё стащить кое-что. Да, всё нормально. Спасибо, Джуди. Мы закончили. Пока, Тебак. Хорошая работа. До скорого. Стираю все ваши данные. Если что, вас тут не было. Ну, она симпатичная такая. Блин, у меня уже чай закончился. Блин. Ну что ж, нам нужна была запись. Давай. Ну, давай. Чё ты мне расскажешь, покажешь? Так, поговорить. Ну, давай. Всё, пойдём. Пойдём. Кстати, сейчас будет спойлер, чтобы вы понимали. Перемотайте немножко. Там, на секунду 10-20. Короче, вот эта девчонка, вот эта, которая там сидит, она нам понравится, и будет с ней взаимодействие. Что думаешь? Наверное, её это самое. И что теперь? Не боишься, что налёт не так? Неужели ты не боишься? Аросака ведь придёт ко всем, у кого были дела с Юринобу. Много ходить придётся, в том числе к тем, кто известен побольше моего. Как думаешь, на кого падёт подозрение? На корпоратов и наёмников? Или на девочку в его койке? Ну, чё теперь? Да, вот этот Декс, который нам давал задание приходить к ней, тоже спойлер, осторожно, мы его прикончим, по-моему. Он узнает, что мы его предали, вроде как, и мы его прикончим. Никогда, никогда, Декс мне доверяет. Ты хочешь кинуть нашего... Хочешь кинуть нашего фиксера? Как знал, тут что-то не так. Декс просто посредник, при этом совершенно бесполезный. Эвелин, не стоит кидать фиксеров. Это единственное правило Найт-Сити, которое наёмники соблюдают. Мы сделаем по углу. Неважно, такое обычно стоит репутации. А без репутации ты никто. Ты точно этого хочешь? Задай этот вопрос себе, а не мне. Чего тебе хочется больше? До конца жизни возиться с мусорщиками? Или за одну ночь стать легендой? Выбор за тобой? Ой, они так все рассказывают. Ты хочешь жить в бедности или в богатстве? Ну, 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 ну. Никогда... Ну, давай я подумаю. У этого выбора высокая цена. Слишком высокая. Я знаю. Поэтому всё должно остаться между нами. Предлагаю тебе 50%. Достаточно, чтобы сделать что хочешь. Только не в этом городе. Декс объявит на меня охоту, когда узнает. Декс не единственный фиксер в Найт-Сити. А такое предложение бывает только раз. Я думаю. Угу. Когда решишь, звони. Сейчас отправлю свой номер. Окей. Удачи. Там была... Можешь идти. Мне ещё надо сказать пару слов, Джуди. Так, новый уровень очки. А ну, давай-ка посмотрим. У нас доступны очки. Я не знаю, реакция, техника. Это характеристика влияет на ваше повладение техническими навыками. Отбирать двери, электронным оружием. Вероятность критического попадания. Урон клинком. Урон... Вообще, на самом деле, я бы хотела в этой игре освоить снайперскую винтовку. И, наверное, что-то, наверное, ближнего боя. Ну, я не знаю. Я пока ещё не уверена в этом. Чё вообще нам надо? Интеллект. Объём памяти увеличится. Урон. Время скриптового. Это чё? Критический урон. Урон при скорости обнаружения. Давай вот это. Как купить? Ага. Так, мы купили вот это. А сила, это у нас запас здоровья. Давай вот это. Ну, я не знаю. Ладно, давай вот это почнём. А вот это что это? Вот эти вот жёлтенькие. Это как в них? Это вот это что ли? Наверное, да. Ну, я не знаю. Атлетика. Стой. Сила. Атлетика. Уличный бой. Секундочку. Запас здоровья увеличивается на 5. Но это всё то же самое. А вот это? Что это такое вообще? Я не понимаю. А как это прокачивать? Вот эти штуки жёлтенькие. А-а-а. Интересно. Запас выносливости увеличивается. Грузоподъёмность. Здоровье. Здоровье медленно восстанавливается в бою. Здоровье, кстати. Урон от попадания уменьшается. Восстановление взрыва начинается на 20 быстрее. Я хочу вот это. Давай одну вот эту. Уничтожение. А что-то хочу я интересное. Перезарядка дробовиков. Скорость передвижения. Ну, это такое. Урон при стрельбе из дробовика. Подожди. Это всё дробовик получается. Отдача ручных пулементов уменьшается. А тут что? Здесь есть... Во время блокирования... Это фигня. Расход выносливости на все атаки ударным оружием в ближнем бою уменьшается. Атаки ударным оружием могут оглушить врага. А попадание ударным оружием... Урон от сильной атаки ударным оружием увеличить. Блин, может сюда просто всё вкачать? Запас выносливости. Давай выносливость возьмём. Предел основной увеличивается в бою до и после. Давай я пока что сюда всё прокачаю. А там будет видно пока что. У нас здесь есть персонаж. Так это понятно. Снаряжение. Кстати, а вот это, наверное... Что мне с этим делать? Вот это новое что-то. Это можно одевать? А как это одевать? Одетое это, наверное, вот это, да? Да. А что она даёт? Это, кстати, больше... Да. Дает... Да. Здесь она даёт 5,9. А этот... А, вот сравнение есть. Ну, давай тогда вот это оденем. А как одеть? ФЕ. Я что-то не понимаю. А как одеть? Тут есть вообще... Выключить сравнение? Блин, а как же его одеть? А, помогите. Чёрт возьми. Ну, я... А, я уже в этой. Ну, давайте вот это оденем. Что это, господи? Так, ладно. Так я могу здесь всё просто накидать, да? Лицо. У меня здесь ничего нет. Штаны есть. Комплект одежды здесь ничего нет. Тут тоже ничего нет. Подожди. Ну, если мы одеваем вот это, вот, да? Ладно, будет вот так. Будем как по-дебильному одесса. Ну, короче, вот как-то так. А что это такое? Тут что-то можно тоже поставить. Это что? Базовый объём памяти. Размер. Позволяет отправлять скрипты врагам и устройство во время сканирования. Так. Оказывает несмертельное воздействие. Отключает оптические импланты. Современно Алишай. Ух ты, а это что такое? А как же его-то ставить? Я не понимаю. Вот оно как-то отмечается. А как его ставить? Я пока что что-то не понимаю, если честно. А как же поставить? Убрать. Или это то, что нам не стоит? Мне кажется, это нам не стоит. Что? Непонятно, но очень интересно. Ладно, давай уходить отсюда. Что по заданиям? У нас выйти с мастерской? Ну, давай. У нас позвонить Декстеру задание. Как дела на фронтах? А ты не могу брать вообще? Мне... Так. Эта запись явлена из компэйки стоила потраченного времени. Неплохо. Тибак мне уже звонила. Она разбирает материал. А что с болтом? Пока ничего. Сейчас займусь. Тибак говорит, что без него у вас нет шанса. За работу, мистер Ви. Так, ладно, что по заданиям? Встретить? Все нормально, честно. Почему ты не хочешь сказать мне правду? Почему? Я уже сказал. Мы будем тебе пилить мозги. Эй, Ви, как оно? Все, намази. Ну, а здесь уже другие чуваки танцуют. Ой-ой-ой, ну что это такое? Посмотри на этого мужчинку. У него женский голос, подожди, стучит. Ладно, выходим отсюда. Как я тебя нагрел? Выйти, 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 пожалуйста. Стой, это не сюда. Это вот сюда. Поехали. Ты заходишь или нет? Нет, не захожу. Я уже вышел. Значит так, встретиться с Жеки, позвонить. Сейчас чихну. А где моя машина? Это моя машина, получается, да? А вы что, в текстурах тут сидите? Так, ну это моя корыта, но уже все. Посмотри, это а-ля мустанг. А-ля, что вообще такое, я это хочу. Взломать нельзя, что? Блин. Вот это прикол. Ну ладно, садись в это. Поедем на это тогда. Ой. Ой-ой-ой. Я же ничего не сделала. Так, что вообще у нас здесь по управлению? Вот. Хорошо. Ой, ну по-моему, надо машину менять. А что вообще по карте? Есть какие-то задания? Здесь нужно обезвредить человека. Здесь задание очень высокий. Второстепенное задание, которые вряд ли войдут в историю. Здесь можно выполнить заказы для фиксера, который даст вам денег, репутацию и много чего другого. А это высокий. А давай вот сюда поедем. А мне интересно, можно ли как-то починиться, например? Потому что, мне кажется, я откинусь здесь. Или здесь нет такого варианта починки? У меня уже 513, но это фигня. Так, никуда туда ехать. Так, бомжи, давайте быстренько расступились. А на что взять вот... А это сия, секунду, выходи, пожалуйста. А выйти можешь? Давай поменяем машину. Давай вот эту возьму. До свидания. Чё? Ну, в принципе, она такая же, только синего цвета. Ладно, выезжаем. Поехали. Едем на задание. А мне интересно, можно здесь как-то пропускать? Нужно ли здесь как-то пропустить вот эту поездку и уже показать? Так, здесь что-то ещё появилось, секунду. А здесь не показывает. А что это? А давай посмотрим, мне интересно. Так. Давай-давай-давай, рещи-рещи-рещи-рещи-рещи-рещи. Господи. Так, давай здесь посмотрим, секунду. Выходи. Выйди, пожалуйста. Господи. Здесь есть что-то, я не понимаю, что... Вот это кто-то тут есть. Это кто? Это что вообще? Это преступник. Чё вы тут делаете? Обезвредить преступников и найти улики. Ой. Не, ну с оружием я не знаю, надо ли. С ножом. Чуваки с ножом. Так может быть просто их с оружием вырубить, да и всё. Что это такое происходит? Что происходит? О боже мой. А что такое? Ты можешь перезарядиться уже, господи. Ужас какой-то. Так, бомжи сагрились на меня. Чёрт возьми. Убегаем. Чё-то происходит непонятно. Так, помогите. Помогите, пожалуйста. Так, давай отойдём хотя бы как-нибудь. А как подлечиться? Икс? Да. Так я надеюсь, они успокоились уже. Пойдём заберём то, что... А-а-а. Здесь где-то есть кое-что. Секундочку. Вот оно. Мы можем что-то взять. Репутация поднялась. Вот это мы же взять. А ты умер, что ли? Вот тут чё-то есть ещё. Вот чё. Необычные компоненты. Задание выполнено. Так, где моя тачка? Тут чё-то валяется. Можем взять какой-то пистолет. Оружие срикощащимися патронами, пулями. Стандартное оружие позволяет выбирать направление рикошета, если у вас открытая способность. У меня есть два оружия, и это одно у меня только. Ладно, я какое-то взяла, непонятно. Ладно, давай пособираем то, что у них есть. Это, наверное, можно продавать или что? Я пока что не понимаю. Так, ребятки, знаете что? Давайте пока что заканчивать с вами. Продолжим уже в следующей серии. Спасибо, что посмотрели. Не забывайте лайкать, комментировать, подписываться. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok